Когда Трамп вступил в должность и сказал, что есть Дипстейт, то они такие, нельзя говорить об этом, что ты делаешь? И когда он сказал, когда его спросили, а зачем ты оставил солдат в Сирии, он ответил, нефть. И они, нефти нет, для свободы, ведь нужно помогать людям. Нет, это из-за нефти, это наша нефть. Он вынес ссоры из избы, и им это не по нраву. Он сказал правду о том, что происходит. Наши войны из-за нефти, наши войны из-за экономики, как то, что происходит на Украине. Этот конфликт из-за экономики. Мы стараемся навредить и изолировать Россию. Мы боимся, что Россия со своими природными ресурсами и людьми сблизится с Германией, у которой технологии капитал. И мы говорим об этом десятилетиями. Вот почему мы взорвали Северный поток, и вот почему идет конфликт на Украине. И люди без понятия, что происходит. И что еще хуже, они даже не в курсе, что они без понятия. И в этом суть. Можешь включить этот ролик? Это так интересен, когда на это смотришь. Парень, который задает вопросы, так уравновешен, и даже его трясет. Посмотрите. Глядя на это, и можно сказать, что причина, по которой российская армия на пороге НАТО, это потому, что НАТО расширилась вместо того, что это Россия приблизилась. Другими словами, это НАТО подвинулось ближе к России, а не Россия подвинулась к НАТО. Разве это неверная интерпретация? Я думаю, что, наверное, президент Путин так и считает, но мы точно так не считаем. Вы не считаете, что НАТО расширилась на восток к России? НАТО расширилась, и расширение нужно было для... Так причина, по которой российская армия на пороге НАТО, это не вина российской армии. Это не российская армия приблизилась, а НАТО пошло на восток. Я уверен, что это не НАТО приказало выдвинуть 15 батальона тактических групп границы Украины, и я точно уверен, что это не НАТО ввело зелёных человечков на Украину для дестабилизации восточных городов. А я точно уверен, что Украина не член НАТО. Это же не изменилось? Нет, не изменилось, но я уверен, что движение России, оно... Если НАТО... Если НАТО продвигается на восток, то причина приближения российской армии к НАТОвскому порогу — это движение НАТО, а не России. Это альянс против России, это альянс для безопасности. Смотрите, сейчас. 50. 50 лет это был альянс против Советов. Но Советов войти и не можете увидеть, почему Россия смотрит на это как на угрозу, и тот факт, что они продолжат приближаться к их границам, пока их войска... В смысле, те места, где, вы говорите, их войска находятся, и могли быть в Украине и Грузии, это не НАТО. Я не буду делать вид, что понимаю, что происходит в голове у президента Путина или российских военачальников. В смысле, я едва сдал историю в Университете Южной Флориды. Но что я могу сказать вам, так это, что НАТО — это альянс для безопасности и продолжает им оставаться. Согласен, но оно двигается на восток, так? Ну, то есть это факт. Ну да, оно расширяется. Да, именно. И нет никаких причин думать, что это враждебное или угрожающее расширение. Вы приближаетесь к России и обвиняете русских за это приближение? Нет, нет, нет. Но именно это. Мы обвиняем русских в нарушении территориальной целостности Украины и дестабилизации восточной Европе. Окей, но это же не НАТО. Это не НАТО. Я понимаю вашу мысль. Другие страны чувствуют себя в опасности. Ничего не радует меня больше, чем когда ты видишь по-настоящему хорошего репортера, которому хватает смелости на такое. А вокруг тишина, потому что они боятся потерять работу. Мне нравится такое. Его зовут Мэтт Ли, этого журналиста. Мэтт Ли. Мысли по поводу увиденного? Ну, это очевидно, что они не хотят, чтобы вы знали настоящую историю. Они не хотят, чтобы вы знали, что когда Германии было позволено соединиться, то обещанием НАТО России было, что НАТО не будет расширяться. И, конечно, оно расширилось. По-моему, в НАТО вошли еще 13 стран, а теперь они хотят и Украину принять в НАТО. Грозят с этим. Это как если бы Россия вошла в военный альянс с Мексикой и начала бы строить военные базы в Мексике. Мы бы этого точно не позволили. Вот как произошло с Кубой. Кубинский кризис в 60-х. Мы не позволяем такого. А вот мы так делаем, и люди не... Они не хотят, чтобы вы знали, что НАТО — это не про оборону, а про нападение. Этот конфликт был начат и спровоцирован НАТО и Западом. И Зеленский был за мир. Он обещал собрать обратно страну. Русскоговорящих на Востоке, на Донбассе, но не сделал этого. Почему? Потому что на него давило НАТО и ультраправые нацисты в Украине. Его обещали убить. Он знал, что он покойник, если заключит мир с Россией. Поэтому и не стал. Были мирные переговоры в марте, и тогда Борис Джонсон прилетел туда из Англии и сказал, «Эй, лучше не делай этого». И он обрубил переговоры. Кто хочет мира, так это Россия, а Украины и НАТО нет. Они хотят экономически стащить Россию, и поэтому они взорвали Северный поток-2. Предположительно. Но да, они всегда говорили, что сделают это, и сделали. И я не могу, вот никак не могу понять, почему европейцы с этим мирятся. Они говорили, министр иностранных дел Германии сказал, «Мне плевать, если мой народ этого не хочет. Я думаю о народе Украины». Какой лидер говорит, что ему плевать на свой народ, и он больше переживает за какой-то другой? Это какой-то дурдом. Итак, люди не понимают, что все это спровоцировало НАТО. В 2014-м было мирное соглашение, а ЦРУ помогло свергнуть украинское правительство. И люди на Донбассе не захотели этого же правительства, так как глава Украины хотел быть экономически более близок с Россией, а не вступать в Евросоюз. А их это не устроило, так что поэтому они свергнули власть. А русскоговорящие на Донбассе не захотели мириться с этим и вроде как захотели выйти. Украинское правительство начало бомбить Донбасс, и был заключен мир под названием «Минские договоренности». Предполагалось дать им независимость, свои выборы и перестать их бомбить. Но этого не произошло. В итоге они убили где-то 14-15 тысяч людей на Донбассе за последние 8 лет. А еще выяснилось, что мирный договор был не настоящий. Меркель, бывший премьер-министр Германии, только что признала, что причина, по которой они заключили это соглашение, это чтобы дать Украине время создать армию, чтобы в итоге спровоцировать вторжение, что они и сделали в итоге. Чтобы у них была армия для сражения с Россией, и люди всего этого не знают. Они думают, что Путин просто проснулся утром и такой, я хочу вторгнуться на Украину, потому что я маньяк. И они думают, что это он плохой, но он действует рационально. Мы всегда знали, что он так сделает. Более того, мы рассчитывали на это, поэтому мы и делали все это. И они не знают, что Украина в прошлом году усилила бомбардировки прямо перед началом конфликта. Они удвоили обстрелы и очень старались спровоцировать. И у них получилось спровоцировать. А русские больше хотят мира, да и остальной мир тоже. Но ни НАТО, ни Джо Байден, ни военно-промышленный комплекс. Вот что происходит. И люди этого не знают. Этот парень говорит, эй, это же НАТО расширяется. Причина, он только что сказал, причина, по которой войска НАТО на пороге у России, это то, что мы придвинулись, а не Россия. И очевидно, что это мы плохие. Соединенные Штаты — это мировой террорист. У нас тысячи военных баз. Вы знаете, что вокруг Китая их 400 со времен Корейской войны. Мы построили еще три военные базы на Филиппинах, две недели назад было объявлено. Так заканчивают все империи. Мы тратим все больше на войска, пока люди спят под мостами, у них нет медстраховки, минимальной оплаты, у половины нет 500 долларов на черный день, 80% живет от зарплаты до зарплаты, 50% зарабатывает 30 тысяч долларов и ниже. В нашей стране люди разоряются, когда заболевают, бездомные, повсюду. И это все из-за того, что наша власть коррумпирована на 100%. Люди думают, что коррупция — это типа, ну, Джо Байден дал сыну работенку в украинской энергетике, Дональд Трамп дал сыну сделку с саудитами, нет-нет-нет. Это обычная коррупция. Я говорю о 100%. Все, что делает власть, она делает с целью коррупции, и только так и делаются дела. Поэтому мы можем посылать 100 миллиардов долларов на Украину без всякого надзора, но все еще не даем нашим городам на проблемы бездомных или починку мостов, под которыми они живут. Мы не работаем со своей страной, так что люди даже не понимают, что это уже банановая республика. И мы в конце, это конец этой империи. По сути, мы Бразилия с парой крупных городов, которые все и держат. Ты так думаешь? Да. Ты в это веришь? Да. А, когда для половины страны 500 долларов, это непомерно. Вот что я хочу сказать. Как вы назовете систему, которая берет самую богатую страну на планете Земля и делает половину ее населения нищими или малоимущими? Вы называете ее нерабочими. В ней мы и живем, и люди думают, что выборами чего-то добьются. Нам нужно вывести людей на улицы. У AOC 13 миллионов подписчиков в Твиттере, а Берни Сандерса, они должны были сказать людям выйти на улицы, остановить все, протестовать и вернуть себе власть. Но они не будут, так как они часть системы. И поэтому я хочу разбудить народ. Это еще хуже иметь людей типа AOC и Берни Сандерса в демпартии, в правительстве, хоть Берни и говорит, что независим, он демократ. И почему же хуже? Потому что это дает людям ложное представление, что кто-то за тебя бьется в правительстве, а это не так. И единственный способ что-то изменить, вывести людей на улицы, когда они потеряют веру в систему. И нам нужно их убедить, нужно избавить их от идеи, и что за них кто-то в этой системе сражается, а это не так. Субтитры сделал DimaTorzok